Своего зеленого уголка и записываю свое видение в них. Хотел снять в Стаханове, потом по улицам походил, все тоже. Почувствовал, я в принципе, не знаю, последнее время, да и раньше уже, два года войны прошло. Уже третий. Как говорится, я уже тогда говорил, что чувствую, как Остап Бендер говорил, себя лишним на этом празднике жизни, вроде как люди ходят, вроде ничего не бывало, как бы нету оккупации, как бы нету этих флагов российских на стройгородке, раскраски этой российской нету, это в смысле стелы на стройгородке. Вообще как будто нет войны. Я понимаю, что не должно так быть, в смысле, что война войной, а человек должен жить, но не так же, все получается. Ходят на работу, молодежь бегит на работу, я имею в виду. Где работают? Рынки, испокомные, вот эти все бюрократические конторы, заводы-то не работают. Ходят, возвращаются, вроде бы все нормально, ничего. Получают зарплату, российских рублях, пенсию получают за российских рублях, даже две пенсии, украинской стараются получить, не стараются, а получают. Вот этот обман все время, он виден, и они друг другу даже не стесняются, это рассказывают, как и проезжали на Украину, как возвращались, в смысле, как там нацики их там, как они говорят, на блокпостах проверяли, прочее, прочее, прочее. Тем не менее, едут и все это, и все рассказывают, не стесняются этого обмана своего. В каком смысле? Жить на две республики, получать пенсии там и там, социальные пособия, это мало то, что получают, хотя вы молчали, это же многие просто хотят, чтобы Украина или не сообщение не стало, ну, чтобы там было хуже. Я уже там своим соседям говорил, ну, не будет завтра Украины, что вы будете делать? После проведения порвете пар паспорта и все, потому что сейчас вы вот через полгода мечетесь каждый раз, чтобы выехать, получить эту пенсию, а потом они замолкают, как так не будет Украины. Вот так. А так, все, воровство сплошное идет, я не знаю, валом. И эти люди, которые все это хотели, чтобы не было Украины здесь. Теперь, не знаю, кому они заходят в полицию, там, оборовали уже многих соседей, там, того, картошку вы вырвали еще за месяц-полтора до созревания, тут чеснок. Грабили одного шахтера уже, мобильный телефон забрали, и тени, и сумки, ну, все, ищут. Ну, и никого не находят, того, королей украли, того еще, что каждый день идет воровство. И они уже сами видят, что этого не будет нормально, разбирайтесь, все это как-то наиранное, что ли, все, идет. Кошки, мышки, прятки. Жизнь разделила людей, по домам, по гвардии, никто почти не общается, не знаю, я лично не общаюсь в своем доме, потому что знаю подноготную всех, и свое тоже, и знаю, кто чем дышит, в каком смысле. Ну, ориентированно на что, и большинство же, и на референдум ходили. Да и на любое, все, не знаю, к чему они, по-моему, такое. Хотят, я даже не знаю, где они хотят жить, но в Украине точно не хотят. В России. В общем, апатия какая-то, уже второй, третий, вот вами апатия, то как-то еще держался, а сейчас, честно, уже хочется бросить все это и уехать к семье. К сыну туда, на свободную, на свободную территорию, где можно снимать, где можно все, где можно, ну, чувствуешь себя слабо, как раньше, а тут все скован все время, во всем. Комендантский час, это, хотя у меня, то я не хожу нигде, но все равно, ограничения во всем. А информация, так вообще, о Дурмане, я уже не рассмотрю, не уланское, не российское телевидение, это не ранее, не слушая, то интернет еще. А так, ну, полностью. Зомбоящий какие-то, зомбо-новости. А нормально же не услышать ничего такого, по крайней мере, по казачьему, радио, там песни, пляски. Это Сергей Перов, или как Сергей, я не помню, Перов что-то, он мне рассказывает, две минуты, как каратели наступают, и потом новости, потом девочка каким-то голосом таким, свердительским, про погоду рассказывать, и все, а что об экономике, ну, какая экономика, если все стоит. Вот, говорю, все стоит, а люди не стремятся, допустим, землю обрабатывать, там, участки брать. Все бросается, и участки, и дачные участки бросаются. А вот даже на тех, что остались, дачные участки, воров хватает. С каждым днем увеличится. Особенно вот, когда уборка, все помогают убрать твой урожай. Даже раньше времени. Безнаказанно. Не знаю. Три года, вот скоро будет уже, даже три года. Ну, это в апреле будет, как война началась. Не знаю, выдерживаю здесь. Ну, я тут на зиму еду отсюда опять, постараюсь к сыну. Ну, это кошмар, это просто здесь, я не знаю, я себе, сам себя испепеляю. Потому что... Человек живет в обществе, единомышленников, поинтрусь, минус там как-то. Ну, а если здесь полностью, общая-то, я считаю, деградирована, потому что, ну, мыслит как. Или я тогда, не член этого общего, потому что, ну, здесь уже вообще повернуто все. Я не знаю, в какую сторону, Россия, не Россия, ну, ЛНР это точно не будет, это. Ну, а скорее всего, или к России, потому что, и детей уже водят отдыхать туда. Да, и все, перетестации, переквалификации, рублями, пенсия, Россия, ну, все, 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 все. Только вот Россия через время может объявить все. Что там, Хростовская, Примкнят, и все, или там еще какая область, на те территории. И тогда точно надо все продавать, что возможно, и уезжать отсюда. Жить здесь невозможно будет. Все, по рынку, цены я расснимал. Ну, крутые цены здесь, если сахар в Киеве стоит 13 гривен, да, ну, до 15. Здесь он 50 рублей. И так все остальное. Наживаются, наверное, там все эти блюда здесь есть. Те, кто-то торгуют. Вот. Ну, остальные, конечно, просто выживают. Такие, как я. Ну, а те, кто там оружие, где ополченцы, да прочее, кто-то власти, прыгнут или кто-то торгует. Они живут сейчас с хорошей, наверное, за счет нас, их. Сосед по даче, у которого там воровали, хочет тоже ему 68 лет, шахтер, хочет бросать дачу, говорит, выпилю все деревья. Видали, это не надо делать, хочет наказать, что воруют, не дам воровать на моей даче. Да она не ваша будет, пусть кто-то может воровать, не воровать, она сама погибнет в деревья, через деревья. Без ухода. Много людей болеет. Наша, думаю, только скорые приезжают, увозят. Разные, я не знаю, какие диагности, но увозят. Хотя сам я не в больницу, уже не могу дойти. Вот. Много людей умирают. Видно, война накладывать за отпечаток сводит. Так что, я не знаю, чем оно все это закончится. Но жить в такой слое просто невозможно. Лишно для меня. Лишно для меня. Продолжение следует...